так сейчас к девяти с 9 до 10 сказали придет мастер или как оператор поверять счетчик горячей воды приготовлю вот полотенце сняла здесь посмотрю все нормально тут счетчики приготовила я на всякий случай фонарик если ему нужно осветить будет их мы все и буду ждать девять часов уже скоро приготовила фронт работ для поверяющего чтобы доступ к счетчикам был беспрепятственный привет друзья вы на канале жизнь продолжается зовут меня галина и итак по вашим просьбам рассказываю о том как поверяли счетчик прошлом видео я сказала что сегодня поверяли счетчик горячей воды было много просьб рассказать показать какие документы как это все проходило вы знаете я даже приготовилась снимать но так неожиданно мастер пришел он должен был прийти к девяти часам а пришел даже чуть пораньше в дом пустила пока показала где счетчики пока и совсем в этой суете забыла что я приготовилась снимать вспомнила уже когда он все дела свои закончил и сел за стол оформлять документы покажу сейчас как было я кстати смотрела он открыл посмотрел какие-то там свои инструменты достал вот он включил воду проверил все и вот уже я его начала снимать когда он сел за стол проверка оформление документов все заняла то есть приход мастера заняло не больше 20 минут как на сайте и сказано все необходимое он сделал и он начал оформлять документы и вот он оформляет 346 860 так эти я забираю да все это вашим хорошо что вы прям по ходу регистрируете сразу в телевизор фоне второй день а второй день до этого мы тестировали это все тестовом режиме исправляем там ошибки да что да а тем более сейчас наплыв вот из-за того что целый год практически с марта же да или когда год короче копились апреля апреля декабрь всем на январь да да и теперь не дозвонишься не до какой компании обслуживающей очень долго мне пришлось звонить на это у всех тогда и цены еще да и цены вздулись а вот из-за ажиотажа думаю практически такие же чуть ли не такие же как заменить счетчик за померку так а я должна теперь эти с этими дошка да все равно надо потому что управляющие они не всегда это видят по старому лучше заходить воршин смотреть искать если вдруг они захотят найти его либо полк номеру ищут да либо вот поэтому номер вот этот номер номер воршине будет акт номер а этого не для этого с этой с этим актом вы идете управлять хорошо если у них там вопросом возникнуть вот номер поэтому номер воршине либо по номеру от счетчика ищу пусть либо вот по этому номеру регистрации много работы у вас но зато заработаете хорошо заработаешь на бензин сколько уйдет туда уйдет дороги ну все равно заказов-то много это не то что раньше наоборот заказ воды вот отдыхали мы надо было да не очень хорошо скромно жили спасибо вам большое а то я уж напугалась мне сказали в течение недели ждите звонка а хорошо что вы мне прям на следующий день позвонили кто в один район уезжаешь другой час строги но надо ехать а еще на щуки на строги но это все-таки рядом ну да да ну да 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 так все в общем с этим актом от жилищников сделаем сейчас пойду они должны работать, но я посмотрю в интернете. У нас хорошо вам в подъемниках. А зачем вам в подъемниках, тут они рядом? В пятнице неприемный день будет, допустим, там хорошо. Но вы же уже ввели, то есть по идее все. По идее, да, они уже зарегистрированы у вас. Ну, всего доброго вам. Спасибо большое. Ну вот, проводила я мастера. И покажу, какие документы он мне оставил. Естественно, реклама своей компании. Вот, смотрите, это чек на 900 рублей. Скоро вот мне холодную воду надо будет поверять в 2022 году. Возможно, я обращусь к ним, но все равно прежде проверю срок аккредитации, переаккредитации. Бумага, она обязательно. Это он оставил копию аккредитации своей организации, своей фирмы. Дальше. Вот такая вот бумага. Акт. Номер такой-то. Выполнение метрологической поверки. Число, год. Моя фамилия дальше идет. Адрес мой. Ну, кому интересно, можете нажать на стоп и почитать все полностью. И главное, видите, и печать. Теперь вот эта вот бумага. Составленный нами договор. Тоже со всеми печатями. И то, что и стоимость здесь отражена. Вот. Кому надо будет. Нажмите на стоп и посмотрите. Ну и все. И с этими документами. Сегодня пятница. Они не работают. Я уже в интернете смотрела. Я даже позвонила уже туда, в наш это, ЖУ. Сказали принести им. Хотя вот везде в газете даже было написано. Или в единое окно. Или нести сразу вот в это управление. Сказали принести им в понедельник. Регистрировать. Итак, что я сделала в первую очередь. Что я сделала. Я вот вынесла поверка счетчиков воды в Москве. Не обращаю внимания вот эту часть правая. А в левой части я стала листать и нашла вот такой сайт. Топ-10 компаний по поверке счетчиков воды. Смотрите. Вот так выглядит этот сайт. Про водощечки. Аккредитованная организация по поверке счетчиков воды в Москве. Здесь топ-5 по популярности. Вот эти вот. Но я туда даже не стала звонить. Потому что вот смотрите. Сразу видно. Заявок оставлено 13 тысяч 959 на данный момент. Заявок оставлено 11 тысяч. 8 тысяч с лишним. Это когда мой срок наступит. Я стала искать. Во-первых, смотрела, кто аккредитован, кто нет. Вот видите, есть аккредитация, есть аккредитация. А вот нет аккредитации. Туда я даже не звонила. Потому что есть практически стопроцентная вероятность, что деньги отдашь. А их поверку наша управляющая организация и не примет вовсе. Так что деньги на ветер. Может так получиться. Дальше. Вот листала. Цены тут вот смотрела. Цены, как вы видите, совершенно разные. И 1500, и 1300, 1800 и так далее. 690. Но тоже надо звонить и узнавать. А на самом деле они все цены подняли вот за счет этого бума. И не успевают обслуживать всю Москву, у кого счетчики. Срок поверки счетчиков подошел к концу за время коронавируса. И был продлен до 1 января. Представляете, такой ажиотаж творится. Во-первых, очень трудно дозвониться. А потом, даже дозвонившись вот в эту организацию, которая в конце концов ко мне пришла. Сейчас я название забыла, посмотрю. Так, эконом монтаж сервис. Сейчас я их здесь найду. Эконом монтаж сервис. Вот они. Вот. В общем, видите, 800 рублей указано. Вы сами видели. Взяли 900, но это небольшая разница. Есть такие. Но именно выбирайте фирмы, где написано вот в этом месте. Я не знаю, вы видите? Вот видите, я вожу. Вот написано, есть аккредитация. А вот смотрите, тут нет аккредитации. То есть, это всё как бы на вашей ответственности и ваши деньги. Если вдруг, вот видите, есть аккредитация, есть. А вот тут внизу, видите, очень много, где нет аккредитации. Но они и занимаются. И цены у них есть. Вот. Нет аккредитации. 1300 рублей стоит. Но не знаю, примут ли. Такую работу не примут. И какой сертификат они дают. Вот мне же мастер мой, который приходил, он дал сертификат. Правильно я говорю. Ещё раз посмотрим. Вот этот вот. Аттестат. Аккредитация. Копия верна. Видите? Притом печать не чёрная. А именно уже на копии печать синяя стоит. Ну вот. Вроде бы как всё рассказала. На ваши вопросы ответила. Если появились вопросы, спрашивайте. Если смогу, отвечу на них. Если я не смогу, значит, друг дружки вы, я смотрю по другим комментариям, очень хорошо. Помогаете, отвечаете даже друг дружки. Молодцы. Спасибо. Это очень полезно. Ум хорошо, говорят. А когда нас уже 56 тысяч, это ещё лучше. Желаю вам всем, у кого ждёт такая же процедура поверки, удач. Хорошей фирмы. Хорошего мастера. Вот такого, как ко мне пришёл. Мне повезло, я считаю. Всего доброго, друзья. Будьте здоровы и счастливы. До новых встреч на моём канале. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!